Еще раз добрый вечер, Хакасия, это информационный круглосуточный телеканал Абакан 24 и наша супер программа ВОВРЕМЯ, как всегда в прямом эфире, наш телефон 22-41-18 и я вновь не на своем месте, такой уж сегодня четверг у нас задался, музыкальный четверг в прямом смысле этого слова и чтобы меньше говорить, я вам сразу представлю наших гостей на этот час это замечательная певица, с которой мы только знакомимся, хотя вы у меня были, говорят, да? Возможно. Да, микрофон, микрофон, не забываем. Елена Баранцева рядом со мной, а во главе нашей встречи сегодня сидит современный композитор, несмотря на свой юный возраст, а ему, по-моему, 15 лет, да? Да. Да, да. Это Андрей Шапкин, вы его тоже могли однажды видеть в нашей программе, когда он приходил с великолепным хором Каданс, да? Да, тогда мы его вот и приметили и решили познакомиться поближе. Как стать композитором? Зачем тебе это надо? Что это такое? И зачем в 15 лет рояль? Гитара-то лучше и круче во дворе, по крайней мере. Ну, кому как. Вот кому как. Вот мне привычнее на рояле играть. Ну, правда. Вот. Как-то так. Зачем писать? А мне, знаете, много людей задавали этот вопрос. Ну, зачем ты пишешь? Я, как всегда, не оригинальный. Как ты пишешь? Зачем? Почему? Я скажу вам честно, отвечу сейчас для всех. Пальцы играют сами. Вот ты сидишь и играют пальцы. И ты сидишь, пишешь эти ноты. Я вот сижу и просматриваю, что нам пишут наши телезрители в наш чат на Ютьюбе. Давайте проявляем активность. Извини, что перебил. Ну, и пальцы сами играют. И ты сидишь, это пишешь сутками, эти нотки, партитуры. А потом... Так, у тебя что, нет времени вообще свободного? Ну, я умею его организовывать. Ну, у тебя частный дом, да? Нет, у меня квартира. Это бедные соседи. Да, бедные соседи. Сидит человек за стенкой и целый день дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр по клавишам. Покажи, как ты это делаешь. Покажи, как ты это делаешь. Это твое было, да? Что это, как называется? Тема воспоминаний. Это мы писали. Ну, вот когда говорят, тема воспоминаний, извини, Лена, что пока без тебя общаемся. Ну, это ладно, уже мне можно там вдаваться в воспоминания старшек и брюзящим. Какие у тебя воспоминания? 15 лет все перебить. Я сейчас вам все расскажу. Давайте ему будущего лучше. Ну, это написана темочка для спектакля, который в скором времени будет поставлен в победе. Спектакль? Что за спектакль? Что за театр? Ну, вот как раз там Лена главная роль будет у нас петь. Лена подруга? Лена, да. Супер подруга. Да, много общего. Ты специально для своих друзей пишешь музыку для спектаклей. Что? По дружбе пишешь. Ну, как сказать. В подробности давайте спектакль. Что за спектакль? Ну, мы еще пока думаем над спектаклем. Мы его отложили. Но к вам пришли мы рассказать о нашем концерте, который будет 13 декабря в городском центре культуры «Победа». Называется «Любовь, музыка, стихи». Такой новогодний концерт. В программе в первой части там будут популярные песни новогодние. А во второй части уже моя музыка. Авторская, да? Авторская, да, там целый блок. Эту идею вот мне подсказала Лена. Софья Дубова – это девушка, которая ведет такую группу ВКонтакте мою. Там вся музыка. У тебя даже есть специально обученный человек для группы ВКонтакте. Да, я в этом вообще как-то мало разбираюсь. Она там все делает. Я захожу, посмотрю, ну, все нормально. Пускай дальше будет. Он точно композит. Да, я плохо в этом разбираюсь. А сколько у тебя уже есть произведений? Около 30. Это полноценное произведение. 30 штук. Ну, пока что. Я в штуках. Говорю, я понимаю, что это пошло, но немного пошлости нашей программе не помешает. Лен, а как ты ноша этого человека, мальчика? Все равно же есть разница в возрасте. Это очень долгая история. Мы вообще пересеклись случайно через Соню Дубову как раз. Что за Соня Дубова? А вот она здесь сфотографировала и упорхнула. Это Соня. Надо было тебя сюда посадить. Да, Соня училась в Нешколе барабанов, где я работаю. Вы еще и барабанщица? Да. Она вообще уникальная у нас. Не сегодня. Сегодня мы вот с Андреем пришли. Хорошо, хорошо. И просто Соня сказала, что им нужна вокалистка, вот ее другу Андрею. Оказалось потом, что мы соседи. Ты наконец-то узнала, кто не дает тебе спать. Я тоже не давала спать своим соседям. Мы немножко на разных этажах. Он живет в том же подъезде, что живет моя мама. Я знакома с его семьей. Да, можно так сказать, но с ним почему-то мы как-то не пересекались в одном подъезде. Ну, разница в возрасте, наверное, все-таки. Да, да. Я так думаю. Он говорит, что он меня вроде как видел. Я первый раз, мне кажется, видела. Ну, правильно. Это он обращает внимание на девушек симпатичных. Что за нервный смех? Так, ладно, а то я далеко сейчас зайду. А слушай, вот песни, которые Елена исполняет, понятно, музыка твоя, а стихи? Стихи великолепной моей подруги Екатерины Андреевны Бондаренко. То есть тут полностью self-made man, ну, в смысле, ручная работа, я хотел сказать, hand-made. Господи, насколько талантлив наш город, представляете? У нас очень много. Там живут музыканты, композиторы, поэты, певцы. У нас очень уникальный город. Вообще, Хакасия же, ну, это такое масштабное что-то, что-то культурное. Так, меньше слов. А можно начать с новогоднего чего-нибудь? Потому что, ну, у нас сейчас были барды, да, они сделали из меня сентиментарии. Мне захотелось чего-то хорошего, доброго, в отличие от постоянного моего состояния. Давайте хоть Новым годом это перебьем состояние. Шалость такую. Теперь шаловливая. А потом перейдем к твоей лирике. Спеть? Конечно. Но мы не подготовили еще пока сильно новогоднего. А концерт уже через две недели. Ну, мы готовимся. Ну, мы подготовились, просто не к сегодняшнему дню. Пусть это останется приятным сюрпризом уже ближе к Новому году. Ну, так всегда. Мои желания никогда не исполняются. А вы приходите. 22-41-18 наш телефон. Позвоните нам уже, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Вы приходите к нам на концерт 13 декабря. Это какой день недели? Вторник. И во сколько концерт? В 18.30. Да, но у меня в 19 программа. Да что ж такое-то. Да. Вам тут перейти прямо сейчас. Поэтому я вас к себе и зову, чтобы сразу два в одном и деньги не платить и на концерте побывать. Мы же такие люди. Ну, тогда давайте то, что вы приготовили нам сегодня. А то время идет уже 37 минут. У нас совсем мало времени остается. Давай. Только объявите. Поздний вечер. Поздний вечер. Это романс. Романс. Господи, у нас романсы пишут. Поздний вечер. Поздний вечер. Поздний вечер. Фонари грядят в окно. Я одна, и ты один. Вот оно, мое кино. Несмотря на все вокруг, слышу я во тьме тот звук, льется песня лишь во мгле, в тусклом маленьком окне. Подари мне свое сердце на тонком кончике ножа, Подари-ка мне тот вечер, когда забуду я тебя. И выплесну в святую воду, я напишу немую воду, и выйду я во тьме ночной. И вмиг останусь призрачной, помни ты, что я тебя не забуду никогда. Никогда. Ну вы молодцы, я в единственном числе похлопаю. Опять растрогали, ну что за четверг сегодня? А зажигательно у тебя есть что-нибудь? И вообще давай лучше начнем с того, как ты рано стал играть на... Ничего, что мы на ты, мы же знаем друг друга на рояле. Это сначала насилие было родительское? Нет. Сразу осознанно пошел там? Меня в четыре с половиной года отправили туда. И тебе понравилось? Ну мне нравилось, конечно. Потом у меня как-то... Отрицание, да? Отрицание, а сейчас это такая радость для меня. Ну сейчас, конечно. Ты познал минуту Славы уже. А Слава имеет какое-то значение, нет, для творчества? Я думаю, нет, как-то... Не надо лукавить. Одно дело, когда ты пишешь в стол, а когда твои произведения звучат, их оценивают люди. Ну да, тогда да. У вас при победе что за структура? Что за, не знаю, клуб, кружок, что там? Нет, у нас никаких кружков, клубов. Ты приходишь один, сел за рояль и играешь? Нет, я звоню режиссеру, мы созваниваемся. Я говорю, вот у нас раньше была Катя Лукьянова, она уехала в Москву сейчас. Что-то знакомое, да. Да, вот мы с ней приходили к Алексею Аникину, ой, к Константину Аникину с ней. И рассказывали про концерт. А, на Абакан-24. Да, да, да. А она уехала в Москву, и нас отдали Ольге Андреевне Дерябиной в победу. Ну, и вот сейчас мы... Вы там занимаетесь, творите. Да, даже не то, что творим, мы подготавливаем всю программу, звоним. Олечка, нам нужен концерт в ближайшее время. Нам, вот я и хочу понять, нам, мы, это кто мы? Это я, Лена, наша такая команда. Что за команда, как она организовала? Лен, давай ты, а? Рассказывай. Она, на самом деле, организовалась достаточно спонтанно. То есть Андрей с Соней знакомы давно, они учатся вместе в одной школе, если не ошибаюсь. Вот, собственно, Соня привлекла меня в эту команду. А Катя, это я не знаю, как она... А это режиссер, которая ставила в Адрине раньше. А как вы с ней пересеклись? А потом как-то я ей позвонил поздно. Ну, то есть у вас вот такая группа друзей по интересам, да? Да, можно так сказать. Ну, у вас же есть разница в возрасте, нет, не влияет? А творчество сближает нас. Ну, на самом деле, не знаю, меня, вот как я, как человек, который отличается по возрасту этой компании. Ну, Катя тоже другого возраста. Вы такая диктатор там поди. Нет, у нас вот тут Андрей любит такие вот вещи. Да, 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 я так со стороны за этим наблюдаю. Но мы с Соней общались тоже так же до этого. Я общаюсь с людьми разного возраста, учитывая мой характер деятельности. То есть я администратор как раз не школы барабанов. Вот, и как музыкант тоже. То есть мы находим общий язык. Давайте послушаем звонок. Не против? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте послушаем звонок. Говорите вы в эфире. А, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Увидела Андрея. Да-да, увидела Андрея. Я с ним, первое мое знакомство, первое знакомство было с ним, я скажу даже, когда Андрей будет удивлен. Это было 21 августа 2020 года. Я выложила фотографии и подписала, встреча у фонтана. Встреча у фонтана. Я догадался. Он ведь скромничает, да? Он ведь сам поет превосходно. Он играет на скрипке. У него такая интересная скрипка. Такая вот белая. Ну, типа скрипичного ключа. Ну, шикарная такая скрипка. Он так шикарно играет на скрипке и еще поет. А вас как зовут? Вы кто у нас? Я Тамара Григорьевна Кобирова. Я тоже с ансамблями Дуницы, с ансамбля Заречья. Так что... Так, Заречья вы у нас давно не были. Давайте-ка быстренько к нам тоже перед Новым годом. Скажите своему руководителю к нам, к нам, к нам в студию. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. А вы знакомы, да? Да, мы познакомились как-то летом. Вот как раз в 2020 году я решил поиграть на улице. На улице, да? Ну, правильно, надо свой талант. Да. В мирных теле эксплуатировали. Ну, и вот как раз меня сфотографировали. Очень много теплых слов потом было. А как ты решился? Ну, это же всегда стеснительность какая-то, не знаю, закомплексованность на улице играть. Ну, как-то... Так же и идиотов ведь еще хватает? Да. Это отвага нужна определенная. Ну, вот я не знаю, как-то вышло. Я не помню, честно, уже этот момент, как это все началось. Шок, да, был? Да, конечно, а потом это все ушло. Ну, говори, говорили. Ну, у меня тоже есть небольшой опыт уличных выступлений. Ну, такой совсем небольшой. Я как-то случайно в Москве попала с уличными музыкантами в знакомство. И тоже решила попробовать. На самом деле, очень страшно, как и со сцены. Очень страшно поначалу выходить, да, то есть тем более просто перед площадью, перед людьми. Но это большой азарт. То есть и потом ты получаешь... Адреналин. Да, адреналин. Вот, хорошее слово. Это большой адреналин. И если ты еще и получаешь какую-то обратную связь положительную при этом, то это окупается все переживания вообще в сотню раз. Это очень интересный опыт. Хорошо. Так, мы узнали, что ты сам поедешь. А вы до этого можете что-нибудь спеть? Ой. Мы не готовились. Мы не готовились. К чему вы готовились, Андрей? Мы готовились к песням. К песням. К романсам. Сейчас мы послушаем тогда еще один звонок и приготовьте спеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я смотрю передачу, где вот молодые люди выступают. Вы знаете, у меня на душе счастье. Счастье, что у нас есть такие талантливые ребята. Спасибо большое. Большого им пути в творческой жизни. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, что вы не представились. Спасибо вам. Пойки. Пойки, талантливые ребята. Давайте людям раскрывать сердца. Ну как же так, все может быть, тебя не как я. Я не могу забыть тот самый взгляд и нежную улыбку. Я не забуду никогда. Я помню, как стоял со мной в обнимку. Я не видела конца. Казалось все прекрасно. Казалось все прекрасно. Я не могу забыть. Какая глупость. Какая глупость. Какая глупость. Я не могу забыть. Я не могу забыть. Я не могу забыть. Тебя никак я не смогу забыть. Уже легко, уже не больно, Смогла я все же отпустить. А когда вот он играет, вы совсем другие, вот ты в жизни, ну сразу видно, в обиду ты себя не дашь, а он наоборот в жизни какой-то такой, как-то сказать, мягкий, а когда играю, ты совсем другой характер у человека, и когда ты поешь, ты совсем другая, тебе бы еще это вот платье из 19 века. Сейчас я договорю, давайте послушаем звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрюш, слушайте меня. Андрюш, я Азовская Наталья, подруга твоей бабушки. Я очень рада за тебя. Спасибо. И ты такой талантливый, и ты знаешь, я вспоминаю, вот ты сказал, четыре с половиной тебя посадили за рояль. Говорите, говорите. Дело в том, что я помню этот момент, и первое, что в тебе бабушка увидела талант. И, Андрюш, никогда не забывай, что она развила в тебе этот талант и с тобой вместе играла. Спасибо вам большое. Я рада за вас. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Андрей, Елена, давайте бабушке что-нибудь посвятим. Ну, что можно? Из вокального? Из вокального мы пока две. А давай. Мы сейчас хотим... Да, да, да. Мы хотим исполнить для вас песню. Не авторскую. Александра Николаевна Пахмутова. Старый клен. Хотел сказать, что он играет похож на Пахмутова. Почему-то у меня была такая аналогия, но я думаю, это пошло прозвучит. Я не стал... Мы тебе поставили табуреточку. Я не стал ее приводить. Думал, какая пошлость. А, смотри, он сам. Хорошо, давай. Не, не в том, что Пахмутова пошлость. Вы что, это гений. Я думаю, мое сравнение выглядело бы неудачно. Старый клен, старый клен. Старый клен стучи стекло, приглашаю нас с тобою на прогулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо? Оттого, что ты идешь по переулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо? Оттого, что ты идешь по переулку. Замечательно. Песня из любимого многими поколениями советских людей фильма «Девчата», действительно, Александра Пахмутова. Да. У нас осталось, Наташенька, сколько времени в эфире? Наташа Оралова, режиссер. Пять с половиной минут. Что мы можем выйти в оставшиеся минуты, друзья, предложить нашим телезрителям? Потому что вы пока совещаетесь, я напомню, 13 декабря в 6 часов 30 минут в ГЦК «Победа» будет концерт нашего современного композитора, 15-летнего, Андрея Шапкина и его подруг, как я понимаю. Друзей. Там не только подруги. А, там и друзья есть, да? Андрей Шапкин и его друзья приглашают вас в ГЦК «Победа» 13 декабря. ГЦК «Победа» рвет все рейтинги в последнее время. Сегодня Ирина Кхан у них, 13 декабря. Мы, кстати, снимаем концерт Ирины Кхана. Может, тебя снимем. Давайте, что предложите? Ну, давайте. Я вам... Андрей сыграет свое. А, свое, Андрей, давай. Я так быстренько сейчас расскажу. И дай нам слово, что это не последняя встреча, и Лена тоже. Хорошо. Конечно. Так, оккупируйте нас. Да. Значит, я вам так быстренько расскажу. В этом году у меня родился гимн РДК имени Семена Прокопьевича Кадышева, который сейчас там звучит. Да вы что? Его исполняли Ирина Кулыгашева, Василия Давлетова и народная артистка Республики Хакасия. Друг-друг и наша прекрасная... У нас там много прекрасных. У нас там очень много прекрасных. Прекрасная... Блондинка? Нет, брюнетка. Так. Соображаем. Людмила Александровна Рештаева. А. Рештаева, да. Вот Лена подсказывает мне, я уже вообще волнуюсь так. Ну ничего страшного. И ты нам сейчас его исполнишь? Я вам сейчас его исполню. Да. Так. Ну ничего страшного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Еще раз добрый вечер, это Тамара Григорьевна опять беспокоит вас Вот я хотела, Андрей, звонила, звонила, занята и занята Вот я хотела сказать об этом гимне Вы понимаете, в октябре месяце прошло 85-летие центра Кадышева И к моему удивлению, представляете, на сцене стоял Андрей В общем, написал он гимн на цель Национального центра народного творчества Семена Прокопьевича Кадышева На слова Игоря Мамышева музыка Андрея Шапкина А аранжировка Романа Чекурова Вы понимаете, так было здорово Всем раздали вот эти листовочки И вот как Андрей озвучил, да, Людмила Рыштаева там, значит, Аселя Ирина Кулагашева, исполняли вот этот гимн Мы, знаете, с таким гордостью, с такой гордостью вот это все слушали И пытались подпевать даже, да Какой ты молодец, Андрей Дай бог тебе здоровья и долгой творческой дороги Спасибо большое Всего доброго Спасибо вам И чем мы завершим сегодня? Очень мало было времени, в следующий раз больше сделаем Так, ну что ты, Лена, можешь предложить? Ты? Ты же вокалист у нас У нас 35 секунд Но мы даже если уйдем из эфира, мы в записи это полностью покажем А я пока с вами прощаюсь, дорогие друзья До завтра, завтра у нас пятница кухня Поэтому приготовьте ручки, карандаши, рецепты на завтрашний вечер А мы с вами прощаемся, а с вами нет, завершаем нашу программу Андрей, Елена Вот сейчас мы быстренько так, секундочек пять Что-нибудь Погнали Так Возвращаемся к пескопу Вот я даже не знаю, что вам сыграть-то Алексей Иванович Ну все, спасибо, в следующий раз встретимся И исполним еще другие произведения Большое вам спасибо, ребята Большое вам спасибо